Наш Ротный всегда говорил, что боец спецназа славится не физической силой, а умом и силой духа. По-первых, я не мог понять, как можно использовать силу духа и невозможное. Понял я это в марше, когда один из сослуживцев вместо противогаза взял шоколадки и две пачки сигарет. Учитывая то, что маршем мы прошли около 50 километров в проливной дождь и от ног осталось лишь одно название, Ротный решил нам устроить марш-бросок на десяточку. Мог бы я такое представить, лежа в теплой кровати дома? Нет. Мог бы я с этим справиться на гражданке? Нет. Армия открывает новые возможности и поднимает со дна старое, которое мы постепенно закапываем в себе. Я не могу говорить о всей армии. Кто-то грузит ящики, кто-то марширует целыми днями. Ну а мы вот ходили и бегали как кони, и у всех свои прелести. И выжимая остатки своих сил, постоянно перетягивая ремень от автомата на стертом плече, я начал подумывать. Ну и псих же я! От этого внушения становится легче. Легкий освобождается от усталости, открывается новое дыхание. Ноги постепенно принимают ватную форму и несут меня быстрее впереди всего строя. Под ногами болотная жижа, а в голове чертовские мысли. Я настоящий разведчик, который дойдет до конца. Ног не будет – поползу. Рук не будет – буду грызть. Я разведчик. Я тот, кто победит и разберется с любым врагом. За мной родина, которую я не имею права подвести. И вот в этот момент я осознал, что такое сила духа. Когда уже совсем нет сил, нет желания, подавленное состояние, психическое расстроительство, истерика, тонна мысли в голове. И вдруг твой мозг становится холоднокровным и накрывается куполом от всех нежеланий, страха, усталости и грусти. Такие моменты понимаешь, на что ты способен, что ты можешь сделать. Когда не будет сил, на что способно твое тело, которым ты так умело руководишь. Это сложно понять, посмотрев видео. Это нужно прочувствовать. Те, кто служил в армии, должны понимать эти моменты. Когда ты думаешь, что «вот оно, предел моих возможностей», больше не вытяну. И тут поступает команда «Встать! Бегом марш! Кто будет ползти, буду ебашить!» Душа раскрывается, ноги постепенно перестают гудеть, превращаются в каменные глыбы, которые ты каждый раз подтягиваешь за собой. Неприятное жжение стертых плеч начинает отпускать весь твой корпус вниз, пытаясь максимально сжаться, а ты бежишь. Бежишь. Используешь резиновые остатки сил, но бежишь. Выжимаешь их двумя руками, перебирая непослушные и одубевшие ноги все быстрее и быстрее. Ловишь себя на мысли о том, что ты больше не можешь. Тихо останавливаешься. Перед противником также остановишься. «Обезьяна! Группу подставлять будешь! Пацаны из-за тебя домой не вернутся! Этого ты хочешь, блять!» И снова твои ноги начинают двигаться. Тело сковывает от брони. Автоматный затвор то и дело бьет тебя в таз, натирая новое место. Голова становится тяжелой от вздутых вен. Но ты бежишь. Бежишь и выполняешь приказ. И прикрывать своих братишек. Остаивать свою честь и честь Родины. Вот что значит, когда заканчивается сила. В ход идет сила духа. История номер два. Сибирский снайпер в чеченской компании. Долго живет тот, кто умеет ждать. Познакомился я с Иваном на распределительном пункте в Чечне. Здоровый парень с квадратными скулами. Он стоял один в стороне и наблюдал, как другие парни панически обсуждают, куда же их отправят. Из палатки вышли два полковника и приказали строиться. Тогда-то и прозвучали две наши фамилии. Никитин, Бобров, выйти из строя. Я сделал широкий шаг и поглядел направо. Там стоял Иван и смотрел на меня спокойным взглядом. Тогда нам сказали, что отправляемся мы в расположение десантников. Уже через месяц нас поставили в штаб. По разным взводам. Я стоял на должности пулеметчика, а Ивана поставили снайпером. Тогда-то наши пути и разошлись. Наш взвод очень редко выходил на задание. Большую часть времени мы проводили с мотострелковыми и снайперами, прикрывая их пути отхода. А первый взвод, где был Иван, то и дело бродил по зеленке и выкуривал из нее чехов. Спустя 8 месяцев Иван стал лучшим стрелком в роте. На его счету было немало испорченных планов бандитов и ликвидированных целях. Но больше всего ценили его выдержку. Он любил говорить одну фразу. Долго живет тот, кто умеет ждать. Иван мог трое суток лежать неподвижно, без еды, без воды и ходить под себя. Он никогда не жаловался на обстановку. Лежал на позиции в лютый мороз и в сильный дождь. Но не вставал. И один раз, когда наш взвод были направлены к реке, мы могли перехватить эфир чехов. Откуда и узнали, что за голову Ивана дают деньги. Тысячу баксов, я думал, больше моя голова будет стоить, сказал Иван. Зная, что за ним ведется охота, он все равно оставался в спокойном состоянии. Он понимал, что рано или поздно кто-нибудь да подловит его, но все равно шел на самые опасные задачи. И вот это случилось. Какая-то сука продала маршрут первого взвода, и они попали в засаду. Но, к счастью, пацаны смогли вырваться, но только благодаря, опять же, Ивану. Он остался прикрывать их отход, тем самым не давая пройти первые линии в тыл. В этот день небо покрылось густым мраком. За все время пребывания я никогда не видел такого неба. В этот день и сообщили, что Иван героически пал. Вся рота не могла в это поверить, и я до сих пор помню его глаза, когда мы сидели на лавочке около палатки. А вот представь, сидим мы тут такие в грязи, голодные, вши нас жрут. А где-то там такие же молодые пацаны катаются на красивых машинах и обедают с красивыми девушками, сказал я Ивану. Да и пусть обедают, зато у них нет того, что есть у нас. Верных друзей, которые проверенные в огне, они стоят дороже всяких машин и красивых девушек. Такие герои в этом мире не задерживаются. К сожалению, наш брат штурмует небеса. Помним. История номер 3. Письмо молодого разведчика маме во время Чеченской войны 2000 года. Привет, мама. У меня тут все хорошо. Кормят нас три раза в сутки. Так что живот не помещается в китель. Вчера вот парни из разведки принесли мешок картошки и барана. Вечером вся рота покушала деликатесов. Старшина выдал нам новые бушлаты. Теперь ночью не замерзнем. Ротным привез одеяло откуда-то еще одни. Поэтому никакие морозы нам не страшны. Командиры у нас хорошие мужики. В обиду чехам не дают. Никто без дела не ругает. Ротный человек чести. Сам подставит спину за солдат. Тренируемся каждый день. Старшина лично проводит зарядки по утрам, чтобы мы были в тонусе и не болели. Сплю хорошо, как полагается. По ночам почти не поднимает, если только что-то важное. Подружился тут со всеми, но больше всего общаюсь с сельей. Это парень с улицы Ленина. Тихий такой был всегда. Мама у него работает на заводе бухгалтером. Может знаешь. С ним мы в жару и холод. Делимся последним друг с другом. Когда вдвоем остаемся в дежурстве. Всю ночь болтаем о гражданской жизни. Приду, будет моим свидетелем на свадьбе. Недавно был боевой выход в горы. Базу бандитов накрывали. Боятся они нас. Вот и прячутся в лесах и в горах. Обстановка начала быть спокойной. Но по ночам стреляет. Днем не ходят открыто. Так что не волнуйся. Осталось мне всего 9 месяцев. Больше половины уже отслужил. Так что готовься. Будешь каждый день мне делать свои пироги и вкусного борща. Отцу передай, что командир меня хвалит. На днях получил младшего сержанта за отличие по службе. Командир говорит, что если так и продолжу службу, то сержантам уйду на дембель. Старики у нас тоже нормальные. Особо не гоняют. Только по делу. Понимающие они у нас. Как и командир. В сложную ситуацию протянут руку. Поэтому проживемся. Ты в ответном письме напиши, как там у вас дела. Как там Нинка. Как Рекс поживает у бабушки в деревне. Пиши побольше. Читать-то приятно будет. Особенно письмо от тебя. Мам, ну все, ждите солдата в дверях. Скоро приеду. Целую и люблю. Моя дорогая мамочка. Через 4 дня разведгруппа вышла в район, где предположительно находился лагерь чехов. Младший сержант Шакин, закрывая своего сослуживца, накрыл гранату собой, чем спас парней из своей группы. Награжден орденом мужества. Письмо так и не было отправлено, но доставлено до адресата через 9 месяцев его товарищем Ильей. Вот такие вот истории, друзья. Оценивайте видео, подписывайтесь.